Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал побывать на месте великого воина древности, насмотревшись фильмов о царе Леониде с его непобедимыми спартанцами, трое и могучих римских гладиаторов. А потому игры с подобной тематикой всегда будут вызывать интерес у геймеров, особенно если они будут выполнены в стиле RPG, а не простенькой стратегии. Недавно я открыл для себя новую игру, посвященную этой теме. Более того, в ней соединили такие жанры, как RPG, стратегия и моба, с видом от третьего лица, и вы будете в эпицентре всей движухи. Речь пойдет о довольно молодой игре Blood of Steel, или же Кровавая Сталь по-нашему, если вы вдруг не знаете вьетнамского. Игру на свет родила бурятская компания YC Games год назад, 20 октября 2020. Сама же компания была основана в 2008 году. Тогда они еще занимались разработкой игр для терминалов, а сейчас они превратились в крупную компанию и расширили спектр своих услуг. Надеюсь, эта краткая справка была хоть кому-то интересна, потому что изучать инфу о компании, написанной вот так, не очень-то приятное удовольствие. Основной концепт игры это Battle Arena 5х5, 7х7 или 10х10, где игрок выступает в роли военачальника, причем не за вымышленного, а за реально существовавшего в прошлом полководца. Их здесь достаточно много. Преимущественно буряты, конечно, игра все-таки китайская, но про иностранных легенд тоже не забыли. Есть Ричард I, Александр Македонский, Цезарь, Клеопатра, Жанна Д'Арк, Царь Спарты Леонид, Екатерина II, Каторий Ханзо и много других. А еще тут есть Сарутоби Саски, но это уже, видимо, Наруто прислал кого-то из Канохи. Прикольно еще то, что полководцы разговаривают на том языке, на котором говорили при жизни. Главная особенность, которая делает эту игру увлекательной и зрелищной, это то, что у каждого полководца под командованием есть отряд до 40 воинов. Это не игровые персонажи, сражающиеся за вас, которыми можно командовать, приказать оборонять точку, следовать за вами или послать в атаку. Число варьируется в зависимости от военачальника и типа войск. Всего три основных типа войск – пехота, кавалерия и лучники. Однако каждый тип делится еще на подтипы. Среди пехоты есть воины с мечом и щитом, с двумя мечами, копейщики, самураи, если это Хатори Ханзо. Кавалерия тоже есть с копьями, есть конные лучники, конница с мечами и со стрелками та же история, разумеется. Лучники, арбалетчики. У каждого полководца есть свои скиллы, часть из которых предназначена для войска, а вторая часть – личные навыки нашего героя. Именно потому, что под нашим командованием есть небольшая армия, тут четко просматривается жанр стратегия, потому что нужно скрупулезно продумывать тактику сражения и менять ее в зависимости от смены обстановки на поле боя. К тому же делать это надо очень быстро. Матчи тут не затягиваются на 40 минут или на час, как в доте. Они очень быстрые, минут на 10. А если в вашу команду попадется один укроп, который тупо всем скопом в лобовую атаку попиздит, то вообще за 5 все закончится. Потому что их будут бить спереди, другие обойдут сзади, и еще лучники будут с возвышенности прикрывать вражескую пехоту. И им быстренько надерут зад, а потом и вам, потому что вы будете в меньшинстве. Конечно, лобовое столкновение необходимо, однако нужно понимать, какой армии это можно и нужно делать, а какой надо максимально избегать прямой битвы. Объясню на примере, чтобы вы поняли, о чем я. Возьмем опять того же Хатори Ханзо. Он относится к классу пехоты и сражается в ближнем бою. Однако бежать в лобовую атаку ему категорически нельзя. Его с легкостью разобьет армия, которая предназначена для таких сражений. Ханзо, самурай и одновременно ниндзя. Он наносит больше урона, если нападет со спины. Поэтому его задача обойти врага с тыла, пока какой-нибудь союзный цезарь со своими римскими легионерами дерется в открытом поле. Вот они для этого отлично подходят. Пытаться разбить в открытом бою римскую военную машину, это гиблое дело. А Хатори в это время сделает свое дело. Если будет возможность, лучше всего будет сначала обойти и напасть на вражеских лучников, перерезать их, а уже потом побежать на помощь своим римским союзникам. Таким образом, враг, уверенный, что его прикрывают лучники, будет застегнут врасплох. Мало того, что он даже подозревать не будет, что союзные стрелки уже мертвы, так и еще внезапно со спины отряд самураев напал. И вот они уже зажаты в кольцо и обречены на гибель. И примерно таким образом нужно воевать в каждом матче. Все зависит от того, кем вы играете. У каждого полководца свои пассивные и активные умения. Тщательно изучите, на что способен герой и в чем он слаб, прежде чем вступать в битву. Победить можно двумя способами. Либо полностью уничтожить войска врага, либо захватить все точки, удерживать их и выиграть по очкам. Но 90% матчей заканчивается именно из-за полного разгрома армии. Ибо весь сок игры именно в этих сражениях. А бегать как педик и захватывать флажки – скучное занятие. Гораздо веселее влететь во всю эту дискотеку и стать педиком там. Но уже по другой причине. Ну, либо сделать педиком врага. Если вы поняли, о чем я. Потому что я – нет. Немаловажно еще своевременно добить вражеского героя. Дело в том, что после победы над вражеским полководцем в бою, он не умирает сразу, а лишь падает на колени. И стоит в таком состоянии 30 секунд. После чего у него появится выбор – встать на ноги или сдаться, что для него будет означать поражение. Так вот, если он выберет первый вариант, то через несколько секунд он встанет на ноги, отойдет в укрытие, перемотает раны и вернется трепать вам нервы. Более того, пока он будет стоять на коленях и молиться своему китайскому шайтану, его союзный герой может подбежать и помочь ему подняться. Что еще больше ускорит его возвращение в бой. Так что пока он стоит наказанный на коленях, нужно сразу казнить засранца, чтобы он больше не доставлял хлопот. Есть тут еще осадные сражения, но они не сильно уж отличаются от обычных. Одна команда осаждает крепость, вторая защищает. Битва происходит 6 на 5 для баланса, ибо у защитников есть стены, баллисты и котлы с маслом. Задача нападающих – проникнуть за стены и захватить все точки под свой контроль. Задача защитников – не дать прорваться в крепость. Но игра не без минусов. Например, во время матча может потухнуть сервак и вас выкинет из матча, на то и вообще из игры кикнет. Такое происходит очень редко, но все-таки бывает и это бесит. Также минус есть в прокачке героев. Тут всего 10 уровней на каждого полководца. Качать их долго и сложно, а профита никакого они не дают. Все, что получают герои при переходе на новый уровень – это повышение хитпоинтов на 1%. Ни новых навыков, ни улучшения старых, или какого улучшения для войска – ничего. Таким образом, прокачка героя становится не так уж и важна. Также здесь очень кривой русский перевод. Часть текста вообще осталась на английском, а та часть, которая переведена – переведена хуёво. И в некоторых предложениях вообще непонятно, что написано. И некоторые описания скиллов тоже нихера непонятно, что они делают, потому что очень криво переведено. Ну и меню. Куча кнопок, куча вкладок, много всего нужного, ненужного и вообще, блядь, непонятного. В этом меню можно заблудиться и никогда нахуй оттуда не выйти. Но оно и не удивительно, игра китайская же. Они ведь любят клепать кучу всего, они себя вон сколько наклепали, и в играх тоже самое творят. Но игра атмосферная, зрелищная и увлекательная. Если вы ищете масштабных битв и возможности посмотреть на мясорубку изнутри, советую присмотреться к этой игре. Я пойду зарежу пару бурятов, а ты поставь лайк, подпишись на канал и поделись роликом. А то я и тебя зарежу. Редактор субтитров А.Семкин